Наконец-то, вертолёт, я тебя нашёл! Это военная техника! Пора начинать обзор! Всем привет, дорогие друзья! Я очень-очень хотел, каждый, наверное, 30 минут, час мониторил магазины, Яндекс Маркет, вообще всё-всё-всё, и я раздобыл его, раздобыл этот набор Bell Osprey 4213, я уже даже немножко забываю цифры, специально шёл за ним под дождём, под ливнем, на самовывоз, чтобы точно получить, не ждать курьера, чтобы точно набор оказался у меня в руках. В том месте, где я купил, их было всего, по-моему, два, и мне кажется, их продали только потому, что на них оформили заказы. То есть я спросил, я хочу ещё купить у вас несколько наборов, мне сказали, что, извините, всё, они кончились, как бы на сайте даже они больше не находятся. Видимо, даже в таких частных небольших магазинах тоже всё отзывают Lego или отзывают поставщики. Но посмотрим на саму коробку, она, кстати, больше, чем я предполагал, изображение такое же, как в каталоге, есть логотипы Boeing и Bell, называется он не Rescue, то бишь не спасательный, а просто. В прошлом видео я упоминал, что набор вызывает Lego в честь продажи, можете посмотреть, там внизу ссылочку на него оставлю. Я там упомянул, что есть в поиске, они в расцветке спасательных служб, но мне правильно в комментариях указали, то, что эти самолёты работают на ВВС США, на базах военных, просто они там спасательные. То есть, в принципе, оказывается, гражданских версий этого самолёта действительно не бывает. И в данном случае, пожалуй, многие скажут, и вообще будут недовольны на Lego, то, что они отменили такой крутой, я уверен, это будет хороший набор, такой набор. Но стоит отдать им должное, они не отступаются от своих слов, они действительно не выпускают никакие игрушки по реальным военным объектам или оружию, которое сейчас участвует. То есть, я на памяти помню только вот такой вот истребитель, это действительно военная техника была, как он оказался в продаже, я не знаю, но все претензии к Звёздным Войнам, вестерну и прочему, они немножко не вписываются в политику компании, пацифистскую. То есть, они не выпускают именно игрушки, которые реально сейчас вот в прошедшей какой-то войне участвовали или сейчас, которые существуют. Такого, в принципе, до сих пор нету. Звёздный Войнам – это выдуманная вселенная. Indiana Jones, хоть там есть днацисты вполне реальные, но это всё-таки тоже выдуманная вселенная, хотя оружие там, в принципе, не выдуманное, но тем не менее. Коробочка у набора большая, рекомендованная стоимость, по-моему, 10 тысяч рублей. Я купил ее дешевле, сразу со скидкой, там порядка 20%. Никаких проблем на Авито сейчас, вот в данный момент я смотрел, сам дешевый цена, по-моему, была то ли 30 тысяч, то ли 25. Вообще, средний там ценник, много предложений по 50 тысяч рублей, 50 тысяч. Lamborghini Sian вообще рядом не стоит со своим 35-ю. А, на обратной стороне коробки нас ждет. Ну, никаких альтернативных моделей, но, в принципе, это тенденция в технике. Ну, кто их собирает, ладно, это уже ерунда. Сверху изображен реальный прототип, его характеристики. Я вот внимательно так посмотрел. В целом, по мелким деталям набор очень-очень похож. То есть, реалистичность, повторяемость с оригиналом, очень высокая уверенность у сделанного масштаба. Даже такие вещи, как вот изгиб окна, он здесь тоже в нужную сторону. Я был удивлен, настолько большой проработкой. И очень обидно, что первая лицензированная модель техника именно авиамодель. К сожалению, в серию не пошла. Но приятно вдвойне теперь обладать таким артефактом. Внизу показаны у нас моторизированные функции. То есть, мотор уже внутри в коробочке у нас есть. Это рампа и шасси, вращающиеся винты и отклоняющиеся двигатели. Вскрываемся. В коробке нас ждет группа из разных пакетиков. Инструкция, в отличие от бетономешалки, одна. И в целлофановом пакетике никак она не повреждена. Сразу замечу, большую щелюсь с наклейками. Наклейки я клеить не буду. Уверен, данный набор из-за своей редкости высокой будет очень ценен. Поэтому я не хочу клеить наклейки детали. Тут много деталей в темно-севом цвете. Я планирую их использовать для самоделок. Наклейки поэтому останутся, как я люблю, на листике. Внутри коробочка с деталями Power Function. Давайте посмотрим, что там внутри. Внутри у нас стандартный авт мотор. И новый блок питания без мозгов. Сейчас подробно рассмотрим инструкцию и детальки. А потом уже начнем собирать. Как обычно, я сначала покажу вам наклеечки. Лист большой. То есть, это формат А3. Наклейок много. Они закрывают, ну, большая часть панелей. Хотя, ну, они имитируют просто заклепки и какие-то надписи. Надписи, замечу, все-таки, что это спасательный вертолет. Надо было им в название добавить. Но, ладно. Инструкция довольно-таки толстая. Все-таки в наборе порядка 1600 деталей. Изображение точно такое же, как и на основной упаковке. Кстати, я замечу, на фоне, вон там есть кораблик. На коробке такое же изображение. Он очень похож на вот такой вот набор. Скорабленный обзор на него, я думаю, выйдет. Что ж, нам показано, что набор разделен на группу из четырех пакетиков. Ну, я сразу все высыплю их на стол. Как обычно, инструкции себя ни человека с ординарного не представляет. То есть, это снартная инструкция всех наборов техник. Посмотрим только, что есть в конце. В конце у нас показан вертолет относительно оригинала. Lego KS-5 HitReed. Они показали Lego версию в одну сторону, настоящую в другую. Хотя, в данном случае, я считаю, это можно было не делать. Ну, вот по этой картинке вот здесь вот очень похоже. Прямо повторяемость очень-очень заметная. Мне он очень нравится. Ну, и большой разворот с вертолетом, с его функциями. Вот и у нас будет коробка передач. И такая же рекламка, как была бетономешалка. Типа актуальные средние наборы этого года. То, что бетономешалки не было. Программа Lego Rebuild the World. Тут очень приятная такая машинка, которая... В которой выхлоп в виде типа зеленой травы, цветочков. Очень иронично, что дерево это рекламируется. В наборе, который запретили, потому что это военная техника. Ну, ладно. В конце, как обычно, наш чумазый техник. Перед нами детали набора. Деталей в наборе много. Сразу понятно, что мы потеряли превосходный ресурсник. Начнем с новых деталей. Лопасти. Они здесь в новом цвете. Такие до этого были в Lamborghini Sian. Они там были в фолайме. Наш новый источник питания без мозгов. С двумя такими переключалками. Внутри. Сейчас я попробую одной рукой открыть его. Ну, внутри обычная кассетница для батареек. То есть точно такой же корпус. Просто с двумя выходами. И с двумя переключалками такими. По блютусу он никак не соединяется с телефоном. Мотор в наборе самый обыкновенный. Много очень пинов. Самых различных. Целая куча коннекторов. Светло-серых, темно-серых. Немножко красненький. А, один всего есть. Ось и все, как обычно. Большая рамка. Много шестеренок. Сразу четыре муфты. Переключение. Много карданов. Вот это вот замечательная белая муфта, которую я обожаю. Теперь. И самая главная часть набора. Это панели в новых цветах. Вот эта панелька. В темно-сером цвете до этого не встречалась. Эти панели. К сожалению, всего, ну, пара их. Были только в Lamborghini в цвете Lime. Вот это вот у нас треугольная панель. Новая. В таком цвете. Много очень темно-серых. Вот такая вот. До этого не встречалась в темно-сером цвете. Их тут у нас две пары. Эти были уже в таком цвете. Такие тоже были. Ну, и по оранжевому. Оранжевому, кстати, не так мало, как я думал. Такие вот панельки замечательно удобные. Мелких целая куча. И треугольные панели тоже впервые появились в этом цвете, в этом наборе. Два маленьких актуатора. Ну, и большое количество бимов. Хотелось бы сказать самое главное по цвету. То, что у нас обычно выходит на какой-нибудь яркий цвет. Но к нему нет бимов, нет коннекторов, нет чего-то еще. Здесь ситуация вообще превосходная, потому что у нас не было этих панелей в таких цветах. У нас есть все эти коннекторы, все эти бимы у всех в огромном количестве. А значит, это прекрасный ресурсник по цвету. Темно-серому. До этого таких прямо замечательных наборов в этом плане я и не припомню даже. Очень жаль, что мы потеряли такой прекрасный ресурсник. Так, я собрал набор. Сборка была крайне интересной. Вообще, даже немножко обидно, потому что, ну, я бы сравнил этот набор с набором класс Ксирион. В плане проработки, в плане интересности механизмов, всего такого. В плане новизны, наверное, для техника. У нас были до этого уже вот такой вертолет, такой вертолет. Самолеты в двух видах, пропеллерный, реактивный. Там тоже были встроены коробки передачи. По масштабу они были, ну, кстати, примерно такими же. Данный набор, это первый самолет по лицензии. Лицензия от Боинг. И история про пацифистов. Мне написало пару человек. Есть вот видео, вот такое вот на этом канале. Вот оно. Я ссылочку на него оставлю в описании. Где в наборе нашли косяк. Мне написало пару человек про это. Один написал, что у него тоже косяк привился в наборе. Я подумал, надо проверить. Об этом чуть позднее. Вчетление к сначала. Набор вообще, я думал, будет гораздо проще. Во-первых, я даже не предполагал, что вот эти вот крылья, вот так видно хорошо. Они не стоят не прямо, они вот под наклоном. Ну, маленькая, конечно, люфт есть. Но я думаю, люфт вполне упростителен. Все-таки модель большая. Проработка всех деталей мне крайне понравилась. То есть, без исключения, вот здесь есть светло-серые коннекторы. Они сюда вообще не подходят. Почему не поставили темно-серые? Непонятно, у LEGO они есть. Они до этого были в наборах. То есть, не было бы какой-то новой деталью. Но почему-то вот так. Из функций, которые не управляются моторами, она всего здесь одна. Это вот сзади на хвосте такая штучка двигается. Салон спереди. Салон, а кабина пилотов проработана, может, не очень хорошо. Нет ни лучик, штурвалов, ничего. Но она там просто не поместилась. Там достаточно интересная механизация шасси. Кстати, на всех трех шасси она одинаковая. Доступ к батарейкам тоже очень удобный. Легко вытаскивается. Блок торчит на один стут. Но я думаю, это ничего страшного. Он тут, дизайн никак не убивается. Все-таки модель темно-серый и темно-серый. Этот блок сюда очень хорошо вписался. Также ему очень хорошо помогла система включения. Не нужны больше никаких старых блоков питания. Были рычаги, которые толкают этот ползунок. Ничего такого больше нет. Нажимаем на ручку. У нас начинает крутиться двигатель. Про функции теперь моторизированные. Сделано все как. Мотор вращается. Благодаря этому двигаются внутри шестереночки. И вот этими рычажками первая функция. Мы можем опустить погрузочную рампу заднюю. Надеюсь, за шумом мотора меня слышно. Механизация рампы, кстати, не очень простая. Можете обратить внимание. Эта часть поднимается вверх, а эта опускается вниз. В таком компактном масштабе это сделано. Мне очень понравилось. Внутри, кстати, салон вот аж до сюда. Ну, собственно, до блока питания целиком свободен. То есть внутрь можно, в принципе, положить. Сейчас даже что-нибудь попробуем положить внутрь. Например, у меня есть строительный карандаш. Он, вот он, целиком туда помещается. Оп. То есть глубина отсека, она вот аж вот такая. Это прикольно. До этого были типа самолеты с грузовыми функциями. Но там настолько грузовых отсеков, прямо таких вот закрытых, без дырочек, без всего и глубоких, еще и не встречалось, учитывая, какая здесь сложная коробка передач. Она, пожалуй, у всех этих самолетов, наверное, самая сложная. Второй механизированной функцией будет убирающийся жасси. Обе эти функции работают с помощью маленьких актуаторов. Они находятся внутри. Один вот здесь вот сверху, другой вот здесь вот в этой части. был поражен, на самом деле... Да что ж такое? Был поражен, на самом деле, как дизайнеру удалось разместить все это внутри, и при этом все это, в принципе, хорошо работает. Еще две моторизированные функции, которые относятся к самолету, это поворот Moto Gondol с двигателями и вращение винтов. В крайних положениях, чтобы механизм у нас не щелкал, внутри установлена белая защитная муфта. Тут, кстати, вот такое вот очень интересное решение. Сначала у нас повышение перед ней идет, и после нее понижение. То есть она, как бы, ее защитная функция немножко ослаблена. Одновременно с поворотом Moto Gondol, вот эта часть механизированных крыла, она тоже двигается. Сейчас я вам покажу это. При вертикальном взлете эта часть крыла тоже становится вертикальной. И последняя функция – это вращение пропеллеров. Вы, наверное, слышите этот звук замечательный. Ни одна функция не включена. По звуку работало как-то не очень. И вот тут вступает моя теория про то, что никаких пацифистов на самом деле не было. Потому что косяк этот, это конструктивный в наборе. Я не ошибся, я собирал все правильно. Об этом же сделали видео ребят, которых я упомянул чуть ранее. Об этом написал еще два человека. Один, который собрал набор и спросил меня, все ли хорошо работает. У тебя не сломаются ли шестеренки на 8? Они у меня сломались тоже. То есть буквально ничего не сделал. Я просто взял и заблокировал два винта. На них есть тоже функция на каждом против блокировки. То есть там обычная муфта и пины синие вставлены на нее. Трение минимальное. Но тем не менее, коробка достаточно сложная, очень компактная. И вот чтобы реализовать работу постоянного вращения мотора и просто переключением коробки в разную сторону, работу функции в разную сторону, нам нужно заставить вал, от которого берется вращение, крутиться или в одну сторону, или в другую, точнее наоборот, с которого снимается вращение. Для этого там стоят три в ряд восьмизубые шестереночки. Вот они перед вами. Естественно, восьмизубые шестеренки, это, наверное, самая слабая шестеренка лего, которая по прочности есть. В ксерионе, например, или в других наборах подобного плана, это было сделано через угловые передачи. В них больше трения, хотя с восьмизубыми шестеренками, наверное, то же самое будет. Но 12-ти зубы шестеренки угловые все-таки крепче. И почему не вставили их здесь, а использовали эти восьмизубые, я не знаю. Но факт остается фактом. Ввиду их использования и высокой на них нагрузки, зубчики просто становятся вместо прямых все косыми. И наш механизм начинает работать вот так. То есть я блокирую винты. Все, шестеренка там, зубы уже кончились целиком. Доступ к ним не особо сложный, поэтому почему бы не показать. Подобрались мы с вами к механизму. Вот здесь вот находится у нас, скажем так, блок просто, где куча шестеренок находится в большом наслоении. Вот белая муфта, про которую я сказал. Она предохраняет у нас поворот мото-гондол. То есть вот я могу даже рукой крутануть. Она там вот прощелкивает слегка. Блокируется она благодаря тому, что синюю шестеренку без укреплений на ось вращает червяк большой. То есть у нас от него идет повышение на нее, потом понижение. К винтам привод идет вот здесь вот, через повышение. То есть после коробки передач идет еще повышение. И это дополнительно нагружает вот эти вот маленькие восьмизубые шестеренки. Сюда вот прекрасно помещается небольшая рамка размером на 3, в которую вставляются просто 3 12-зубых шестеренки. Почему я все не вставила? Для меня загадка. Здесь вот также есть блок из трех таких восьмизубых шестеренок, но на них нагрузки такой большой нету. Они управляют немножко другой функцией. Они там к актуаторам подводят вращение. Коробка очень компактная. В целом, когда я собрал, мне кажется, она очень продуманная. Но вот стоило мне просто включить и вот руками заблокировать винты, и все сломалось. То есть я думаю, на самом деле, если вы включите вращение винтов, даже не заблокировав, и какие-то еще пару функций, в крайних положениях начнут щелкать, там актуатор или белозащитная муфта, эти шестеренки у вас, скорее всего, тоже полетят. И тут это, в принципе, по мне, так, наверное, перечеркивает почти все плюсы набора. Ну, помимо того, что, конечно, он прекрасный ресурсник, он отлично выглядит, на полке смотрится, будет очень круто. Это реально новый шаг в самолетах, в самолетах Лего Техник, первый лицензированный самолет, первый вот, ну, не первый, такие самолеты в таком виде, кроме запам, уже были. Но именно в современном технике, а не в старом, это такой первый самолет. Я думаю, скорее всего, пацифистов на самом деле не было. Но в теории, ничего не знаю, может быть, они реально были. Но мне кажется, просто в Лего поняли, что опа-на, мы сейчас только что можем сейчас выпустить на рынок набор, который будет у людей ломаться просто сразу же. И все люди будут крайне недовольны, будет огромное количество плохих отзывов, потому что, ну, это реально очень большой косяк. Вот буквально 5 минут, и все. И достаточно дорогая игрушка, которая должна работать, у вас уже не работает. Это большой удар по репутации. А вот под шумок сделать какую-нибудь псевдоакцию и из-за нее сказать, типа, мы отзываем наборы, такое сделать, наверное, можно. И повод есть, в принципе, что даже самолет все-таки военный. Он реально, ну, военный. Спасательный, но тем не менее военный. Теперь это один, наверное, из самых дорогих моих наборов в моей коллекции. То есть, в ламбажине Сиан, я думаю, по сравнению с ним вообще не сравнится. Сейчас на Вито цены 50 тысяч рублей, на eBay там по 70, по 80 их продают. Найти по цене, по которой я его купил, мне кажется, все уже вообще нереально. Я его купил меньше 10 тысяч рублей. Я просто в магазине сделал заказ, ну, правда, я мониторил Яндекс прямо там чуть ли не каждые полчаса, нажимал кнопку обновить, в поисковихах всех бивал там Lego 42-113 купить и все такое такое. И сделал, между прочим, 4 заказа в разных магазинах и только один из них оправдался. С одного магазина мне вообще деньги вернули, обратно сказали, извините, товара у нас нет, он закончился, его отменили. Что будет с этой партией наборов у Lego? Я думаю, просто она уйдет, скажем так, на какие-то нужды. Детали, соответственно, никто не выкидывать не будет, они куда-то там пойдут в дело, может продаваться будут, может использовать в каких-то личных Lego-вских целях, там, скульптуру делать, по самоделке, всякое такое. Коробки, инструкции, все это утилизируется. По факту, Lego никогда этот набор не продавала, она везде его-то звала. Вы не найдете, скорее всего, ни в каких-то количествах крупных, типа Меркубиков, 100% там его не будет. Детский мир, кораблик, дети, всякое такое, можете даже не пробовать, не искать. Буквально сегодня я нашел его на каком-то магазине, который торгует отзывов частями, и туда полосу просто вал звонков. Надеюсь, один из этих вот, один там набор всего был, надеюсь, он достанется человеку, который, ну, который хотел получить этот набор. И как бы, если вы хотите, увидели эти наборы много и хотели спекулировать ими, ну, пожалуйста, не делайте этого. Многие люди хотят привезти его для себя в коллекцию, а люди, которые скупили там по 5, по 6 штук, где смогли их найти даже по 3, теперь продают за бешеные бабки, ну, не знаю, мне кажется, это некрасиво, стоит ли оно того. Ведь многие о нем мечтали, я, например, оставлю его в своей коллекции, когда-нибудь я его продам, но это не сейчас, это будет не ради денег, просто, скорее всего, он мне будет не нужен. Это один из таких несуществующих лего-наборов на Бриклинке, кстати, вы тоже не найдете, Бриклинк принадлежит лего, поскольку набор лего официально никогда не выпускался, значит, ни на Бриклинке его не будет. Соответственно, не будет к нему никакой инструкции официальной от лего, но на ребрик обязательно кто-нибудь отсканирует эту инструкцию или просто заново ее скопирует, 100% китайцы сейчас не дремлют, они нашли эти наборы, нашли эти инструкции, я думаю, буквально через месяц на какой-нибудь Алиэкспрессе нас ждет куча этих наборов, там по 3-4 тысячи рублей, может быть, они даже устраняют этот косяк с шестеренками, я думаю, там тоже не дураки сидят и они все это исправят. Если хотите получить этот набор, из лего-деталей собрать его можно будет, скачав инструкцию или купив на ребрикабл, сходите в набор на полочку, купите у китайцев, будет стать у вас неоригинальным, но тем не менее, был оспель на полке. Такие вот оценки у набора, упомяну маленько про оценки, цена здесь стоит именно как я считаю как рекомендованно, была там что-то 10 или 11 тысяч рублей в нерекомендованную стоимость была, набор не вышел и я буду рассматривать его в плане цены именно за эту цену и в плане перепродажи уже за цену, за которую, скорее всего, будут продавать всякие барыги. В плане вложения денег это супернабор, это суперкрутой набор. Если вам понравилось видео, если вам интересны такие рассуждения, что вы думаете о том, реально ли были пацифисты или Лего сняла набор с производства из-за такого конструктивного косяка, пишите об этом в комментариях, подпишитесь на канал. У нас еще одна новинка впереди, это самосвал Volvo 42 114, который тоже буквально сейчас уже появится в магазинах. Также на очереди Mindstorms. Я думаю, обзаведусь им, очень-очень хочу. И поставьте колокольчик, чтобы не пропустить это видео. В следующем у нас видео будут также обучающие. Я тем не забрасываю, просто новинки, как от новинок отказаться. Приходится немножко подвинуться. Обзоры на старые наборы тоже будут, мои самоделки. Недавно прошло мероприятие сообщества Moscow Technique Crew. Видео о нем тоже скоро выйдет на канале, поэтому впереди будет всего очень много интересного. Всего вам хорошего, пока!